Всем большой привет! Вы попали на канал креативного мейкап-артиста, меня зовут Натали, и сегодня мы будем с вами пробовать новый экспериментальный формат видео на моем канале. В своем телеграме я как-то раз спросила, какая тематика вам бы была интересна в моем исполнении? И одна из этих идей была как раз-таки вот эта тематика, смотреть, делать реакции на обзор каких-либо трэш-салонов. И наперед отвечу на такой вопрос, почему я сама лично не хожу в какие-то салоны к своим коллегам и не делаю такие видео, и не начинаю потом их обзирать. Я считаю, что это немного непрофессионально с точки зрения как визажиста, креатора, что я пойду к своей коллеге и буду ее учить, как ей делать свою работу. Я все-таки считаю, что если бы он или она почувствовала, что у нее есть какие-то пробелы в работе, она бы пошла на повышение и прошла бы какие-либо курсы, а не спрашивала бы моего мнения. И опять же, я придерживаюсь такой политики, что пока меня не спросят мнение моего касаемо какого-либо вопроса, я не буду засовывать его куда не нужно. Это вот сразу я отвечаю вам на этот вопрос. И один из самых популярных блогеров, который как раз-таки создает такой контент, это Алена Погребняк. Я считаю, что это идеальная почва для того, чтобы мы с вами посмотрели, как красят Алену. Алена не позиционирует себя как профессиональный визажист, она все-таки позиционирует себя больше как потребитель, который ходит к клиентам, в качестве клиента к визажистам и получает какую-либо услугу. Наперед скажу, что я еще не смотрела это видео, мы будем вместе с вами смотреть его. Первые реакции на то, что происходит в этом салоне. Если честно, я очень волнуюсь, это первый формат для меня такой. Мы будем вместе с вами смотреть, я буду останавливаться на каком-то этапе и давать свои какие-либо комментарии по поводу увиденного. Подходим к салону, нас ждет, я надеюсь, интересный макияж, ценник, значит, с диапазоном вечерний макияж 3 500-4 500. То есть, я так понимаю, что предполагается разный уровень сложности и для более сложных цена будет выше. Вот абсолютно и бесповоротно Алена права, что если стоимость варьируется и условно там классический макияж стоит 2000 рублей, а какой-либо другой стоит 3500 рублей, значит, за 3500 рублей макияж должен весомо отличаться от того, что за 2000 рублей. Условно, пример. Обычный классический макияж без стрелки 2000 рублей, в него входит оформление лица, подготовка кожи, оформление лица, брови, легкие тени, тушь и губы. Мы оформляем так, а уже в то, что подороже, входит работа с тенями, тушевка, ну, конечно же, стрелка. В принципе, я думаю, SPF нанеса, но все равно, да, лучше протереть. Хочешь, а скринь нанесу. Тоналка, она высокая SPF. Сначала мокрым протираем, потом с этим промахиваем. Ну, я просто промахиваю, да? А то с мокрой, наверное, будет скататься. Подготовка кожи к макияжу. Безусловно, если к вам приходит клиент, 100%, неважно, что он нанес на лицо, вы должны сделать первый этап. Я говорила в своем прошлом видео, это очищение. Это один из самых важных этапов, потому что пока клиент до вас доехал, дошел на него, эта вся пыль налегла, всякие какие-нибудь чихания, или где-то пыль упала, ветер, и весь этот песок, это все на лице, обязательно надо очищать лицо, и уже заново его тонизировать и увлажнять. И вот эта штучка, она же, наверное, у вас после каждого клиента не моется? Я ее только что мыла, это моя, и я ее помыла. А, хорошо. А, вот эта штучка составит? Да. Девочки, по поводу гигиены и вот этих вот пуховок, и вот этого использования кремовых текстур прямо из тюбика, тут же на лицо клиента, опять в тюбик, и тут же на лицо клиента, это всегда очень плохо заканчивается. Если вы видите, что так работает визажист, сразу бегите, бегите от него. Если это сухой продукт, тени условно, или пудра, все окей. Мы туда кисточку берем, мажем, ничего страшного. Там не разовьется никакая флора и фауна, там сухая атмосфера, спиртиком побрызгал там пару раз, все отлично. Но если это какая-то кремовая текстура, на данном видео я вижу, что это кушон. Кушон это значит такая система, вот здесь у вас тональное средство, вы на него пуховочкой нажимаете, и там как бы отдает в эту пуховочку тональное средство, и вы его наносите на лицо. Такое средство подойдет только для индивидуального использования. На клиентуру такое абсолютно нельзя. У вас должна быть палитра, либо рука, либо на руке какая-то виниловая перчатка, вы туда тональное средство из тюбика выносите, да, условно там пшик-пшик, и уже кисточкой, либо спонжиком распределяете по лицу своего клиента. По поводу съемки макияжа, иногда я соглашусь с визажистом, что иногда это просто даже неудобно, когда ты особенно стрелку рисуешь, и ты стараешься найти опорную точку на лице клиента, чтобы порисовать ровную красивую стрелку, а тут он хочет снять это максимально близко, и вот так прямо лезет к себе этой камерой в лицо. Конечно, это неудобно, но если вы, например, как-то сообразите, либо, например, на штативчик поставите телефон клиента, и он вам никак не будет мешать, здесь клиент не будет шевелиться и шуродить, то я думаю, что вполне возможно съемка это не так категорично, критично и ужасно. Вы потихоньку, да, оба глаза вот так выглядите? Долго зарисуете. Ой, так хорошо без музыки. Работает тоже много музыки. Угу. Тут не устаю. Значит, девочки, если драка неизбежна, бей первым, но лучше, конечно, ее избежать. Вот эти лайнеры, много мнения расходится по поводу них, но я скажу свое, категорически я отрицаю лайнеры в использовании на клиентах. Если можно использовать гелевые подводки, гелевые карандаши, фарды, ну, фарды для стрелок не подойдут, но гелевые подводки и карандаши гелевые. Если это можно использовать, зачем вам лайнеры? Возьмите этой гелевой подводки немного на руку, разогрейте ее, и рисуйте вы себе стрелки, как хотите, в разные стороны. Ну, куда же вы эти лайнеры пихаете везде? Выкиньте их вообще, либо оставьте их только для индивидуального использования. Это не гигиенично, особенно на глазах. Ну, можно на фотку ориентироваться, потому и целиком. Вниз смотрите, вниз смотрите, вниз. Ну, куда вниз, у меня голову, наверное, задрали, как и вниз. Да, смотрите, вниз, вниз. Если нет, будет клиента. Это очень забавно на самом деле. Вниз смотрите, вниз смотрите. Извините меня, пожалуйста, за мой смех. Как рисовать стрелки на клиенте? Вот сколько я красила девчонок, лучше всего, конечно, когда у вас клиент вот так прямо садится и смотрит прямо. И вы ему прорисовываете уголочек, да, условно, стрелочку. И потом уже просите, например, опустить глазик и прорисовываете межресничку и по верхнюю, да, вот эту вот часть стрелки. Ну, там уже ориентируйтесь, какую хотите стрелку. Вот такое положение для стрелок рисования, это максимально неудобно, потому что клиент, когда откроет глаза, он увидит, подумает, боже мой, на что вы ориентируетесь с закрытыми глазами, я не понимаю. Это во-первых, да. А во-вторых, когда вы начинаете вот так сильно опираться на голову, на глаза, на лицо клиента, мне кажется, если бы я вот так сидела и мне бы красили, мне было бы максимально дискомфортно и неудобно вот так сидеть. Мне еще вниз надо смотреть, мне что-то тут еще в глазах лазит. В общем, я бы, наверное, не смогла такое стерпеть. Просто. Спасибо. Видно стрелочки, как они у нас такие вечерние получились? Слушай, шумы красятся. Все как появятся? Такие скромненькие как будто. Налепить-то можно. Налепить? Я просто не могу смотреть на этот лайнер и как он там рисует по этим глазам, это какой-то кошмар. И тут же вы как раз можете увидеть, когда Алена ставит вот так голову, стрелки немного разные, потому что они рисуются на непонятно каком положении головы. И когда у тебя то так голова, то так голова, то глаза вообще закрыты, там непонятно, что вообще будет получаться. Нет, ну как получается. Знаете, это дело творчества. Нету таких особенно строгих правил, что это надо делать именно так. Прямо голову. По длине сделать? А на фотке вроде подлиннее, да, у нас. Давайте как на фотке. Там, помните, еще наверх она. И то, что между ними закрашено тенями. Ну как? Потихоньку украшаюсь уже. Ожидание и реальность. Давайте я вам сразу скажу, что это такое часто встречается в практике, когда человек приходит к тебе на макияж и приносит фотографию референс с Пинтерест. Там идеальная модель с идеальной посадкой глаз, с открытым веком, с красивыми глазами, либо с линзами. Условно там у нее идеальные черты лица, скулы, челюсть, все-все красиво, еще тейпы натянуты. И тебе клиент говорит, я хочу то же самое. И когда ты ему делаешь то же самое, ну ты как бы пытаешься сначала объяснить, что то же самое не получится, потому что у вас разные, вы разные. И макияж будет смотреться по-другому. Ты, конечно, постараешься адаптировать его под глаза, но есть объективно макияжи, которые на ком-то смотреться не будут. И ты как бы стараешься ему это объяснить, это не получается. И ты вот стоишь и пытаешься что-то из себя выдавить, как-то сделать, но главное вот что-то от референса. Клиент должен самому это делать. Нечего по салонам шастать. Ну если вы как особые сроки, почему нет, можно воспользоваться. А вообще, когда ты сам себя уже знаешь, как тебе лучше, ну допустим, я не стала бы кому-то себя уже доверять. Многие просто столько космейские не покупают, им дешевле, если они не красятся в обычной жизни по поводу какому-то накрасятся. Безусловно, согласна с Аленой, а согласна миллион-миллион раз. Не все имеют столько косметики в арсенале, как, например, я или как визажисты, стилисты. Потому что у нас есть и базы, и крема, и эссенции, и сыворотки, и пудры, и тональники, и помады, и карандаши, и туши. Обычный юзер, вот обычный человек, который не красится в своей повседневной жизни, да у него даже там еле-еле найдется эта тушь или помада, которую они купили 3 года назад на каком-то рынке. И когда они готовятся к какому-то мероприятию, безусловно, им хочется выглядеть на все 100, и они обращаются к профессионалу, чтобы получить качественную услугу. Вот так палочкой удобнее, да? Хотя кисточек у вас много, но и мне так удобно, как палочками. По поводу того, чем и как удобнее работать. Я вообще не знаю, удобно ли работать ватными палочками. Ну, я ватной палочке только набираю себе крем, потому что у меня крем в такой бочоночке, я его называю бочоночек. И в качестве гигиены я просто оттуда крем достаю и наношу их себе на лицо, потому что пальцами туда лучше не лезть. Чтобы тушевать, растушевывать тени, использовать ватные палочки, ну, я не знаю, может быть, это было актуально лет 20 назад, 25. Но сейчас такое количество кистей на рынке, что мне кажется, что можно уже любую кисть найти в магазине, чтобы использовать кисть, а не ватную палочку. По поводу того, что стрелки не стрелки, запомним алгоритм сначала тени, а потом уже графика. У меня там кошечка что-то ругается на фоне, сейчас пойду посмотрю. У меня кошечка что-то распереживалась, смотрите, сладкая. Персичка зовут. Ходит, кричит, ругается, вообще не понимая, чего ей там не нравится. Персик. Мои руки, мои руки, мои руки не выкладываются. Я вас услышала. Не хочу. Но если вам за руки неудобно, вы тогда их перейдите в такое состояние, чтобы потом никому не говорить, что ваши руки никто чуть не должен. Я делаю шелак, да, но он мне прикидывает. Не, ну хорошо, у меня есть маникюр просто с покрытием. А это тоже мне всегда годится. И до мать пришла, и по мою посуду нет уже, облезла. Ну а точно, наверное, все равно лучше, чем те ногти, которые вас само смущают. По поводу съемки рук и вообще работы с клиентами, я придерживаюсь такого правила, что если ты на постоянке работаешь с клиентами, у тебя обязательно должен быть какой-либо маникюр. Это не обязательно должен быть покрытие, это просто может быть маникюр аппаратный, то есть вычищение кутикулы, там подстриженные ногти, естественно не такая длина. Потому что с такой длиной, ну мне кажется, не очень комфортно будет, когда перед тобой там вот такие ногти крутятся. Но это тоже, это все субъективно. Я столько свое оценочное осуждение здесь вставляю. Условно там мне будет приятнее, если у меня тут такие чистые, вкусно пахнущие руки с маленьким там аккуратным маникюром. И не обязательно, чтобы там было покрытие. Достаточно просто чистые ногти, чтобы здесь не было грязи и не было там торчащих кутикул, которые будут царапывать кожу лица. Я вот просила фотку сделать, а вы не сделали. Так бы вы увидели, что вы не то рисуете. А сейчас получается ох-ах. Ну это же творчество. Ну это же творчество. Какое творчество. Это же услуга, творчество, это если бы модели красили, тренировались бы. Вот она пришла, ничего вам не платят. И как бы заранее знаю, что результат не гарантирован. А если клиенты приходят с конкретным запросом, то почему же не творчество? Ну конечно да, да, еще раз да. Вам платят за это деньги. Если человек пришел, он хочет получить то, что на референсе, то вы вот из кожи вылезите, но должны сделать то, что на референсе. Или хотя бы приблизительно, хотя бы в цветовой гамме, приблизительно сделать то, что показано вот на фотографии у клиента. Либо предложить какие-то альтернативы, которые подойдут под цвет и форму глаз клиента. Но судя по тому, какой референс был у Алены, и там были зеленые цвета, а сейчас я вижу у нее на глазах какие-то фиолетовые, непонятные стрелки, что-то желтое, то я чувствую, что да, от референса они отклонились максимально сильно. Не точили карандаш? Не думали подучиться. Можно верхнюю увеличить. Тяжело так наверх, задирали голову. Нужно увлажнялку какой-то, а то карандаш сушить будет. А знаете, когда карандашом рисуешь губы, она не дольше сохраняет. Ну да, мне просто сушить не нравится. Мне и так вот это очень... Сейчас 21 век, 2024 год, и уже сделаны достаточно стойкие помады, которые не будут сушить губы или тинты. Ну тинты, наверное, смотря какие тинты. У меня сейчас тинт от Анастасии Ваеводиной на губах, он достаточно стойкий. И если, например, клиент говорит, что ему очень-очень сильно сушат губы и карандаш, то можно использовать тинт или перед этим нанести какую-то маску на губы, достаточно увлажняющую, чтобы было не дискомфортно человеку потом с косметикой ходить. Ну и, конечно, точим карандаши перед тем, как наносить, красить точнее губы клиенту. Если это помада, мы шпателечком немножко берем помаду, переносим на руку или на палитру. Но кремовые текстуры все-таки лучше, конечно, через тепло, потому что они лучше будут переноситься и работать. На кисточку и на губы. Естественно, естественно, это опять же гигиена. Спонжиком прям будем? Вроде же нельзя спонжиком. Тогда я туда не залезет ничего, и я спиртом обработаю. А, не будет тогда. Помадка тоже ваша, личная? Вот отсюда беру. А, вот тут просто видно, что вы краситесь, она такая, которая сейчас... Ну вот, опять же, возвращаясь к тому, что это трэш какой-то ужас просто. Я бы бежала прям вот на этом этапе, хотя я бы бежала еще на этапе самых начальных, когда мне только рисовали стрелки лайнерами. Или когда наносили кушоном тоналку на лицо. Девочки, ну если спросом не пользуются, ресницы не клеем. Я вот тоже клиентов, знаете, вот крошу. Раз через раз. Ну тут, я вот вообще никого не беру просто к себе. Беру только вот очень-очень знакомых людей, очень-очень хорошо знакомых людей. Но пучки у меня всегда есть. Пучки всегда вот они, я ими не пользуюсь. Они у меня просто всегда есть. Пригодятся какие-то маленьких пару пучочков насадить, чтобы было комфортно клиенту, и взгляд был повыразительнее. Это всегда надо. Ресницы всегда в топе. Особенно если вот такой яркий макияж. То дело даже не в ресницах, а то, что вот из гигиеной. Вы не слышали вопрос, мы обсуждаем. Первоначально мне хотели аппликатором, прям который из помады. Который вот остается из блеска. Нет, а они же одноразовые. Но мне не одноразовые. И помадка, которая... Видно, что я и по губам. Нам вот помады для клиентов. Вы для клиентов. Вытру я ее, да, вот спиртом, обработаю. И все равно я вот, она уже тоже закончилась. Ну да. Еще раз. Если вы используете, вот как там показана помада, которая с аппликатором со своим. Вы с этого аппликатора переносите к себе на руку или на палитру. И уже оттуда наносите к себе на губы. Ни в коем случае вы этим аппликатором не лезете в лицо клиенту. Ну это просто не гигиенично. Ну это даже логично, ребята. Особенно, в общем, у меня просто нет комментариев. Я не понимаю. Я думала, что это все знают. Ну 2024 год на дворе. Но все знают элементарные правила гигиены, использования индивидуальной косметики. И если, особенно, если вы себе позиционируете как профессиональный визажист-стилист, вы 100% знаете, как это делать. Вы же берете за это деньги, ё-моё. А вы согласны, что клиент должен со своей помадой приходить? Клиент должен приходить со своей помадой. Ну нет, конечно. Ну с чего? Сейчас уже придумала. Вот я уже говорила об этом. Много есть вариантов, как избежать того, чтобы клиент приходил и со своей тушью, и со своей помадой. Конечно, есть очень гипоаллергенные люди, которые ходят со своей тушью. Это да. Но в целом сейчас столько много возможностей, чтобы клиент не тащился со своей косметикой к визажисту. Вот такая у нас философия. Что вы хотите? Я всегда следую домой, что хочет... Ничего я не хочу. Вот моя обратная связь. Как бы вы сами оценили макияж? Ну мне не очень, если честно. На какую сумму? Неудачно, неудачно. На полторы тысячи. Ну вот я бы аналогично так же. Ну как бы она старалась. Ну молодец. Ну хорошо, что договорились на какую-то стоимость. Сделали Алене скидку, я так понимаю. И сделали этот макияж за полторы тысячи. Честно, я бы такой макияж, за такой бы макияж ни копейки не отдала. Во-первых, потому что мою кожу подвергли такой опасности, из этого кушона наносили это тональное средство. Во-вторых, это помада, этот лайнер и все-все, что я говорила ранее. А во-вторых, сам факт того, что Алена говорит, вы хотите послушать, что мне не нравится. И какие-то недочеты, и может быть нужно квалификацию поднять специалисту. А они пошли в отрицание и начали с ней припираться. То есть все-таки как бы она как клиент, и она пришла с референсом, ей пообещали за денежную плату сделать этот референс, но не сделали. Получается, она имеет право как-то прокомментировать данную работу. Давайте в целом, наверное, прокомментируем сегодняшний выпуск. Вот этот вот трэш, обзор на трэш, обзор трэш салона, я уже запуталась в этом слове трэш, боже, трэш. Если честно, я не знаю, чего ожидают люди, которые ходят в какие-то непонятные салоны за услугой, потому что очевидно, что им сделают не ту услугу, которую они хотят получить. Конечно, это такой способ поднятия охватов, ну и в целом предупредите жителей и людей, что вот в данном салоне делают такую услугу, не ходите туда. А если вы ходите туда в целях того, чтобы как-то научить, как-то двинуть на путь истинный, подсказать, я думаю, что люди, которые делают это на постоянной основе, и я думаю, что они уже получали какие-либо нелестные комментарии по поводу своей работы, то если они ничего не меняют, то, к сожалению, на них это никак не скажется. Ваш приход и то, что вы стараетесь как-то подчеркнуть недочеты, помочь этому визажисту или мастеру по маникюру или стилисту, неважно, если он не делает работу над ошибками, то он и не сделает этого после вашего прихода, после вашего визита. Скажу такой небольшой спойлер, я даже как-то писала Алене Погребняк, чтобы ее накрасить, но, наверное, я просто еще недостаточно доросла, чтобы накрасить Алену Погребняк, ну или вообще просто хотя бы попробовать что-то на ней накрасить. Спасибо вам большое за просмотр, напишите в комментариях, как вам новый формат видео, будем ли мы еще такое делать. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои другие соцсети, мой телеграм, ну и обязательно это видео оставляйте комментарии, лайк и делитесь с другом. Спасибо большое за просмотр, я вас всех крепко обнимаю, пока-пока!